Сейчас мы поговорим с Антоном Новымовичем. Антон, привет. Привет, Сергей. Антон член программного комитета и организатор сообщества CoreHard, которое в Минске, я так понимаю, да? Да, мы оригинально из Минска. Привлекаем народ из всех русскоязычных стран, по крайней мере, сейчас. Очень круто. Ну вот из названия, если честно, я все время, когда про вас слышу, мне все время приходится вспоминать про C++ или не только про C++. Изначально, да, была идея такая, чтобы сделать сообщество, которое кучкуется вокруг низкоуровневой разработки, не только на C++, но и также на смежных технологиях. Ну, основным языком у нас хедлайнером остается по-прежнему C++. На самом деле, я так понимаю, у вас не только про C++, например, не только про технологии, вы как тестирование, или я помню, у вас еще есть сообщество Камака, или это просто дружеское? Да, это параллельное сообщество Камака, кстати, да, конференция будет через неделю. Всех приглашаем в Минск. Product Placement пошел. Есть сообщество про тестирование, есть сообщество про разработку. Ну, мы стараемся затрагивать не только вопросы языка, но и всех смежных тем. Это тестирование, это различное, все, что связано с разработкой и то, что сопутствует качественной разработке. Мне вот очень интересно, как человека, который сам пытается комьюнити замутить, ну, или в каком-то смысле даже замутил, на территории достаточно большой. У нас получается, что мы от Новосибирска и Томска до Санкт-Петербурга действуем, что у вас тоже, я тут вижу, что, я только не понял, это только Камака, или вы вместе что-то чуть ли не в Караганде проводили. То есть вот такие вылазки очень интересные. Да, у нас есть несколько активистов. Самый главный у нас лидер сообщества тестировщиков Антон Семенченко, который активно ездит и по России, и по Казахстану. Сейчас в течение, наверное, нескольких месяцев регулярные туры по всем городам. Понятно. Но CoreHard остается в Минске, как бы, да? То есть это в основном? Да, сейчас CoreHard остается в Минске, но мы всегда очень рады, когда ребята из России приезжают к нам. Но конференции проходят сейчас в Минске. Осень и весна. Держишь конференцию 25 мая. Ну, мы тоже всегда рады вас видеть на наших конференциях. Очень здорово. И опять же, ребята приезжают из Минска благодаря вам и из Белоруссии в целом, потому что за последние годы, конечно, раскачалось сообщество у вас, и это очень здорово. Очень приятно к вам приезжать. Видно то, что у вас растет. Просто я помню, мы только начинали коммуницировать, потом я уже приехал, смог приехать только через несколько лет. И уже прям уровень конференции видно было, что это не просто комьюнити драйвинг такая штука, а уже люди понимают, что делают, уже все собрали хорошую программу. Это очень здорово. Расскажи, пожалуйста, про вот это вот развитие сообщества. Во-первых, классный вопрос. Я очень люблю, когда меня спрашивают, зачем тебе это? Зачем? Это хороший вопрос. Ну, все начиналось, наверное, просто с первого метапа. То есть было желание организовать какую-то движуху, связанную с C++. Началось все с того, что мы собрали небольшую группу спикеров, которых мы хорошо знаем. Ну и у меня есть такое убеждение, что каждый разработчик, если его попытать хорошенечко, то у него несколько тем, от трех до пяти тем из него можно вытрясти. Чтобы продолжать делать доклады, это нужно уже сознательно над этим работать. А вот у любого серьезного разработчика есть несколько тем, на которые он может рассказать. Поэтому мы… Мне кажется, как минимум принять участие в беседе, да? Ты имеешь в виду, то есть не то, чтобы прям сделать крутой доклад, может быть, на час. Это может быть, да. Это может быть какая-нибудь панельная дискуссия, которая всегда вызывает тоже живое интересное. Хочу отметить, что мы не пытаем докладчиков на Суперпус Раш. Кстати, у тебя какие любимые темы? Так сложилось, что во многом я специализировался вот в анализе крэшей и различных отклонений программ от нормальной работы. Делал пару докладов на ранних Суперпус Раш об этом. То есть это крэш-аналитика и связанная с этим тема. То есть ты можешь и на временной на конференциях для тестировщиков, и для разработчиков и так далее выступать с этим? Да, к сожалению, давно я уже не выступал, много чего рассказал, то что знаю сейчас, больше занимаюсь организацией. Ну я помню, я в какой-то момент в своей жизни открыл твой доклад и два дня как бы делал все, что ты говоришь, прям по пунктам. Так что спасибо большое на самом деле. Ссылка в описании будет. Да, да, ставил на паузу и потом все так, ага, окей, так, вот этот пункт есть, вот этот пункт есть. Так что да, это очень здорово. И как бы, наверное, есть такая штука, что до тестирования мне кажется, что надо еще дойти. То есть есть люди счастливые, которые сразу выпадают в environment, где как бы тестирование форсится, да, то есть тебя заставляют писать тест, там, ТДД, еще что-то. А бывает, что ты живешь, где давайте скорее, мы все горим, или ты просто пишешь свои какие-то pet project, и тебе не до тестирования, да. Поэтому вот как бы такие обзорные доклады, ну, у тебя даже не обзорные, ну, в общем, очень хорошая точка входа, когда можно понять, что какие-то чеки есть, там, и так далее. Всегда хочется рассказать о том, что разработка – это не только о том, чтобы писать код, а этому сопутствует очень много… Более. Очень много боли и очень много практик, которые помогают делать боль меньше. Да, это здорово. Ну, а у вас получается… Как получается вообще вот раскачивать сообщество? Как ты ищешь докладчиков? Какие темы… Какая-то есть ли какой-то байас по тому, какие темы вы принимаете? То есть кто принимает решение у вас как? В основном этим занимаюсь я сейчас. Ну, тут во многом уже работает самоорганизация. То есть вначале мы собрали какой-то костяк, потом зародили к этому интерес регулярными событиями. Нас стали узнавать много спикеров из России, также уже из англоязычных стран к нам приезжают ребята. И во многом это самоорганизация. То есть ребята начинают подавать доклады сами даже. Особенно к этому их не нужно принуждать. И, к счастью, сейчас есть из чего выбрать. Я помню это чувство, когда люди начали сами присылать доклады. Не ты, пишешь людям на хабрид, спамишь мей-мейлы, что типа люди, пожалуйста, придите, расскажите. Да, так что это очень круто. Ну и на самом деле мы же… Я с Ника познакомился как раз у вас на конференции. Очень круто, здорово. Ну, собственно, хорошо, когда сообщество дружит. Это в пользу всем, конечно. Огромное спасибо за то, что у нас есть возможность рассказать о нашей конференции здесь и поучаствовать в этом огромном событии. Больше конференций. Организация вышла на совершенно космический уровень сейчас. Я даже не знаю, что будет дальше. Конференция на Луне. Серьезно, вот я не знаю. Очень жду. Да, хотелось бы. Слушай, ну а про… Опять же, в контексте сообщества, конечно, интересно послушать. Чем ты профессионально занимаешься? То есть вот как мы тут шутили между… Уже и рассылали письма про то, что я снимаю плачь супергероя, но на самом деле у тебя тоже такой же плачь супергероя, да? То есть мы сейчас разговариваем, я так понимаю, с твоим альтер-эго. Который как бы… Я когда вхотел в комнату снял плачь, да, повесил. Да, надел очки, да, в противоположность, Кларк, Кенту. Да, типа, лап. Вот, ну к тому, что расскажи, чем ты занимаешься в повседневной жизни. То есть ты же разработчик, я так понимаю. Я был разработчиком, сейчас я менеджер. Мы в компании SolarWinds занимаемся разработкой системы онлайн-бэкапа. Проект у нас зрелый, ему больше 10 лет. Мы защищаем данные наших клиентов. То есть у тебя все истории про программирование пропали? Нет, рассказывать я продолжать могу. Ну теперь ты будешь рассказывать, как другие флакаты, и что они надо трогать, и почему. С менторским тоном главное это делать, да. А вот расскажи, с течением лет, как изменялась история вашего сообщества в плане, например, тем. Потому что если посмотреть на конференции, они могут идти сразу в нескольких направлениях, в нескольких измерениях, с одной стороны они привязаны, например, к версии языка, с другой к каким-то господствующим течением. Вот у вас как было? Если честно, вот не буду придумывать у нас какого-то такого сознательного процесса выстраивания определенной линии тем нету, мы смотрим на то, что люди подают. Часто закидываем опросы в чат сообщества. Присоединяйтесь в чат сообщества, в телеграм. Ребята голосуют, говорят, что им интересно. И как-то вот это на самом деле самое крутое, когда ты можешь спросить у своей аудитории, что вам интересно. Это очень просто, но это работает. Представь, что есть один докладчик, который яркий, хорошо рассказывает, но тема у него такая очень смузевая. Есть другой человек, который рассказывает хардкорные глубокие знания, но подача у него не очень. Как думаешь, кого выберут? Или кого выбрал бы ты, например? Я выбираю и то, и другое. На самом деле мне очень нравится то, что большое количество ребят у нас выступает местных из Минска. И это очень важно, чтобы сообщество подпитывалось постоянно новыми ребятами. И это отдельно, особенно приятно, когда человек с твоей работы, например, из соседней комнаты, он выступает на конференции. Это всегда вызывает живой интерес. И это помогает ребятам расти и приезжать на C++ Russia, на CPP Con и так далее. То есть мы сознательно стараемся поддерживать баланс между маститами и англоязычными спикерами, и российскими спикерами, которые гремят, так сказать. Совмещаем это с местными ребятами, которые имеют возможность тоже о чем-то рассказать. К слову, вот мидинг C++ как раз идет по этому пути. Но если честно, мне кажется, что на их масштабе это уже перестает работать, когда такого прям на конференции там тысячи человек. И как бы все на самом деле голосуют, не только участники конференции, но и в принципе все сообщество. Но оно достаточно большое для Минска. И там как раз происходит то, о чем Олег говорит, и часто выдвигаются более попсовые темы. И хардкорненькое что-то, что оно задвигается и часто не попадает. Что-то тут, да, надо какой-то соблюдать баланс. Ну меня просто тоже, естественно, волнует этот вопрос, потому что какое-то время не было ни комьюнити, но было тяжело общаться с комьюнити, да. И приходилось практически самому принимать решение, что там включать, а что нет. Это обычно так тяжело. Но зато мне всегда конференции нравились по составу докладов. Это очень классно, когда ты делаешь конференцию, которая нравится тебе. Конечно. А потом оказывается, что еще есть много людей, которым это тоже интересно. Где есть такая идея, что вот в паре красота, обертки и глубина смысла, глубину смысла, ну обучить ей нельзя докладчика, а вот подтянуть доклад с точки зрения презентации можно. Было ли у вас, у вас обоих, так что вы помогали спикеру сделать более красивый доклад? И насколько это вообще хорошая идея? Я могу много рассказать, да, это на самом деле холиварненькая тема, ну как бы так что, если хочешь, выскажи сначала ты, а я потом подхвачу и подожгу. Мы организуем прогоны докладов перед конференцией, стараемся это делать онсайт, так сказать, вживую, иногда это происходит по скайпу, делаем какие-то фидбэки, замечания, поправки, сказать так, что мы прямо вот работаем со спикерами в плане там публичных выступлений, это очень громко, да. Просто банально на это сейчас не хватает времени и ресурсов. Надеюсь, что у вас, наверное, сейчас все немножко по-другому. Ну, я на самом деле не сторонник такой штуки. То есть я за прогоны, естественно, но я всегда смотрю на техническую. То есть я не говорю человеку, что говори хорошо поставленным спикерским голосом, стой прямо, значит, ходи мало. Ну еще бы, у тебя это получается. Да, я вижу ошибки человека, но, по-моему, мы здесь как бы не… Это очень спорная тема и есть, как бы, ну, я не знаю, может быть, кто-то не знает, есть такая штука сейчас появилась, DevRel, типа Developer Relationships. Вот есть отдельный чатик DevRel, и там иногда разгорается этот вопрос про то, что лучше и что как. Естественно, если человек с большой компанией, то на нем как бы лежит ответственность, он представляет эту компанию, у компании есть какой-то образ. Ну, это тоже очень странно. Ну, с моей точки зрения я прихожу получать знания, мне интересен доклад. И у нас были докладчики и даже вот из именитых компаний, которые прогоняют 10, больше, 15 раз, у которых очень хороший прямо он-сайт, не нанятый там кто-то, кто приходит и раз в неделю, например, говорит. А всегда доступный, ты просто букаешь человека, например, да, и он к тебе приходит, и тебя, пока ты не станешь суперчеловеком. Но иногда это не работает. Просто, ну, вот у нас есть в комьюнити люди, которые делают крутые доклады, и они суперкрутые технически. Есть люди, которые делают суперкрутые технические доклады, но при этом, ну, как бы, иногда хочется спать. Ну, и ты просто, ну, себя вот перебарываешь. Ну, на мой взгляд, ну, то есть, мне кажется, просто зритель с баловым, хайлодом, джугом, вот всеми этими компаниями. То есть, у меня такое ощущение, я не хочу сейчас никого обидеть, но что люди привыкли, что, типа, я хочу получить знания, положите их сюда. Типа, я не хочу ничего делать, просто положите их сюда. Это так не работает. Это так не работает в знаниях, это так не работает в искусстве. Просто я в какой-то момент своей жизни понял, например, что, почему иногда книги тяжело читать. Ну, типа, тебе нужно какое-то усилие для того, чтобы понять, о чем картина, о чем фильм, о чем книга. Ты не можешь просто прочитать и сказать, да, хорошо. Ну, типа, ты можешь, но тогда ты не понимаешь, зачем это. Ты просто проглотил и все. Так же с докладом. Если ты пришел, словил лузов, посмотрел на мемчики, как бы тебе понравилось, ну, как бы хорошо, если докладчик может оба, как ты говоришь, да, зажечь. Кстати, у нас получается интервью уже внезапно из-за того, что я со мной, но извини. Так вот, хорошо, если докладчик может. Вот мое мнение, что это хорошо, если он может зажечь, естественно. Если он не может, но он все еще носитель какого-то сакрального, суперинтересного знания, мне кажется, что он как минимум достоин того, чтобы выслушать его. И, как бы, это, на мой взгляд, это не его обязанность, как бы, захватывать тое внимание, да. Да. Это вот просто я представляю себе, вспоминая несколько своих преподавателей в университете, и вот, например, как мы знаем, подход в некоторых странах, в вузах, да, что лекция – это шоу. Ну, типа, я из другой школы, чуваки, я перебарывал сон, я знал, что мне надо спать 6 часов, чтобы понять там матан, ну, грубо говоря, или функциональный анализ. То есть я представляю себе своего преподавателя к функциональному анализу, который пытается меня развлечь, там, ну, теории функций высокого порядка, высшего порядка, как бы, что это, мне это странно. Вот. И то же самое с техническими докладами на нашей конференции, на всех конференциях. Я за полное доминирование контента над подачей. Я за то, чтобы, если есть хорошая подача, круто, но это необязательная дополнительная опция. Вот. И таких людей я обычно прошу выступать с кинотами. Ну, таких людей есть какие-то маленькие вещи. Например, написал на слайде код, который никто не увидит, его никто не увидит и пострадает. Это, конечно, это формальные технические штуки, да. Я иногда и не забываю скидывать спикерам рекомендации по оформлению. Есть целые, есть даже сайты отдельно посвященные. Там есть ток на TED, как делать презентации. То есть, ну, это все очень быстро и хорошо, но обычно, да, отсматриваю, говорю, какие-то косяки небольшие уже технические, редакторские правки, это можно назвать, да, там, опечатков, там, какие-то еще что-то. Но, естественно, если я понимаю тему, ну, я стараюсь, если я делаю прогоны, я стараюсь, естественно, технически тоже проверить, что все хорошо. Вот. Если я понимаю тему, я делаю какие-то замечания, что вот может быть здесь или там раскрыть эту тему, или вот мне непонятно. Ну, и опять же, я делаю тот доклад, который мне интересно послушать. Соответственно, это именно технические штуки. Но не штуки, про которые я говорил. Говори с эмоциями, что-нибудь такое. И опять же прогон – это немножко другое. У нас есть докладчики, которые на прогонах абсолютно плоско рассказывают, потому что нет работы с аудиторией. Но при этом это люди, которые вообще никогда не выступали. И вот, собственно, они появились в нашем комьюнити. Они мне на первых докладах говорили, что это мое первое публичное выступление после защиты диплома. И когда они рассказывали, я обычно по скайпу делаю прогоны. Когда они рассказывали по скайпу, было так, вот именно плоско, но очень как бы мозг кипит. Очень хорошо разжевано все, но при этом все равно нужно понимать. И потом, когда человек выходит к аудитории, внезапно оказывается, что он может за собой массу повезти. Что все, сейчас люди просто пойдут и будут контрибьютить в его библиотеку массово. Потому что просто жжет человек. Так что вот именно надо, как я уже говорил, в больших компаниях. Вот тогда это работает. Когда ты собираешь, букаешь там переговорку, человек выходит и полностью прогоняет перед несколькими людьми. И, значит, редакторами, и техническими специалистами именно делает прогон. Тогда это по полной работает. Но я никогда не мог себе такое позволить. Вот. И я не знаю, стоит ли такое делать на Сибири плюс Рашу. Будем обсуждать, если что. Сделаю маленькое добавление, что во многом вот конференции это не только о том, что сделал доклад, а аудитория послушала. Это во многом площадка для общения. Меня всегда удивляет и на моей конференции, и на вашей конференции. Начинается доклад, и большое количество людей все равно стоят там рядом с аудиторией, да, и просто вот ребята приходят пообщаться. Меня позабавил один отзыв, который дал мой коллега, бывший коллега, который сказал, это какая-то огромная встреча выпускников, тех, с кем я учился, с кем я когда-то работал. И, ну, если тебе доклад действительно понравился, даже если он был подан как-то, может быть, не идеально, то есть возможность просто выловить спикера, там, пообщаться с ним в тех же чатах или там в кулуарах. В дискуссионной зоне. Да, в дискуссионной зоне. Людей, еще такая интересная вещь, я заметил, что есть некий, нафиг, континуум, начинающийся с маленького локального сообщества и заканчивающийся конференцией на несколько тысяч человек, да. И получается, что когда у тебя маленькая домашняя группа, это совсем другое ощущение, чем когда у тебя конференция, которая должна быть идеальной, которая должна показывать качество картинки, доклады и всего остального. И вот интересно, где на этой прямой вам комфортно находиться? Нам комфортно находиться там, где мы находимся сейчас. А где вы находимся? Это лучше спросить, наверное, у участников, где мы находимся. Я считаю, что мы сейчас совмещаем теплую ламповость с каким-то достаточно хорошим уровнем организации. То есть, ну, ребята, нет, ну, я просто уже знаю ваши подходы, да. То есть, ну, просто, чтобы ты понимал, здесь все оборудование на площадке кастомное. Ребята не поставили, как бы, вот, то есть, если ты видишь фермы со светом, то это вчера мы под ними ходили рисковой жизнью, значит, репетировали там все камеры, все проекторы. То есть, вот, ребята настолько. Ну, вот мне сейчас кажется, ну, правда, вот, то есть, получается сейчас, что мы с Антоном, с одной стороны, участвовали в программном комитете, и, как бы, вроде как мы организаторы этой конференции, но, с другой стороны, мы немножко со стороны. То есть, я привык, и думаю, Антон тоже, что ты приходишь на конференцию, и ты каждый малейший бит, каждую вибрацию ее понимаешь, да. То есть, что делать, что происходит, как бы, что. Вот сейчас у меня нет такого ощущения, да, то есть, я знаю, что я отвечаю за программу, вот. Вот. И, ну, у Антона, естественно, тоже, как гость, приехал скорее, да, как участник программного комитета. Вот. Мне кажется, с такого немножко взгляда со стороны, что ламповость все еще есть, несмотря на то, что вот такое, вот есть упорно сильный на качество, как ты считаешь, ну, то сейчас вот за этой дверью… Ламповость у вас здесь, да. Здесь сейчас. Есть ли ламповость, мне интересно. Думаю, что да. Думаю, что во многом ламповость это все-таки аудитория, которая приходит. Да, это комьюнити, мне тоже кажется. Но, соответственно, у вас мне тоже кажется, что в основном это, как бы ты не, как бы, не упарывался каким-то другим вещам, не старался делать, там, уровня корпоративных, там, Apple презентации, не знаю еще что-то, все равно, если у тебя комьюнити доброе и хорошее. Кстати, я не уверен, что наши комьюнити доброе и хорошее, но это отдельный вопрос. Тогда было бы неинтересно, если все было доброе и хорошо. Но у нас есть, глядя, у нас есть описательные дискуссионные зоны, поэтому ты в любом случае после доклада сможешь прийти и пообщаться. То есть нет такого, что докладчик взял, там, вышел из зала и убежал в неизвестном направлении. Скорее всего, такого не бывает просто. Я не помню ни одного случая такого. Я не знаю. Вот, а еще у нас есть буфы, в конце концов. И буфы, насколько я знаю, они даже не пишутся на видео, на всякий случай, потому что, чтобы можно было пообщаться. Да, ну в общем, да, мы прям увлеклись рассказывать. Особенно я тут занесло про комьюнити. Вот ты не мог бы со стороны члена программного комитета рассказать, как тебе изнутри, вот что как бы… На всякий случай просто небольшой introduction, да. Антон, в программном комитете у нас это один из тех людей, кто отвечает за связи как раз с комьюнити. То есть у нас есть люди, которые отсматривают доклады, принимают… У всех есть право голоса при выборе доклада, но внутри мы как-то делимся, чтобы не перегружать себя. Вот у нас есть два Антона, один из них сейчас с нами. Кто отвечает за связи с комьюнити, потому что, собственно, является лидером одного из них. Расскажи, как тебе… как ты видишь конференцию вот C++ Russia сейчас изнутри с точки зрения члена ПК? Скажем так, меня впечатлил уровень процессов. То, как, ну действительно видно, что внутри есть механизм, который будет работать, даже если какое-то количество людей перестанут участвовать в этой организации. Я сейчас не ненавижусь, но похвалуясь. Нет, что это такой отлаженный механизм, который работает очень хорошо. Ну да, наверное, у меня получился вопрос, который содержал в себе большую часть ответа на самом деле. Хотел, чтобы ты рассказал про… Спасибо, спасибо, хороший вопрос. Хотел, чтобы ты рассказал про устройство, но думаю, что мы потом еще обсудим тогда. Олег, тебе… Да, мне интересный вопрос. Когда ты что-то делаешь, когда смотришь на результаты своих трудов, это разные ощущения. То есть я вот тоже немножко поучаствовал когда-то в программном комитете, и доклады, которые читаются со сцены, они выглядят не так, как то, что ты подготавливал в каких-то разных аспектах. Вот ты побывал уже на каких-нибудь докладах, посмотрел, и как тебе все это? К сожалению, пока что не удалось. Я видел только открытие конференции, но я обязательно и сегодня, и завтра посещу несколько докладов. А на твоей, как у тебя обычное ощущение, когда вот, ну ты же верстаешь сетку, все это, вот как потом, когда ты, вот ты видишь эту сеточку распечатанную на бумаге, и потом приходишь в зал, бывало ли у тебя такое, что ты понимаешь, что нет, например, этого докладчика надо было ставить не сюда? Или докладчик рассказывает совершенно не тот доклад, о котором договаривались? Вы знаете, я особенно не драматизирую, даже если что-то происходит не так, как планировалось. Оно прошло так, как прошло, и хорошо. Сделаем какие-то выводы на будущее, а так загоняться по этому поводу сильно стараюсь, стараюсь не загоняться. Когда ты организуешь конференцию, зачастую тебя спрашивают, а ты вообще, ну как ты доклады смотрел, как, что, и ты такой пытаешься вспомнить, а чем ты занимался весь этот день? Если ты в городе был там, тут, а где ты был во время докладов? Ну вот, ты где-то, ты где-то вот размазан по ровным слоям, так сказать. Как электрон по орбите. Сергей, наверное, понимает, о чем речь. У меня однажды после C++ Russia в одном из чатов спросили, ну просто точнее, в одном из чатов просто спросили, что там вот ходил человек какой-то, который не понимал, что происходит, не говорил по-русски, типа, кто это был? И там такой первый ответ, Сергей Платонов. С большими глазами. Да, да. Что-то, да. Ну я тебя, в принципе, понимаю, да, это все трудно оценить. Нет, но все равно потом какое-то у тебя есть. Ну я понял, да, вот это как раз, наверное, есть ламповость, что в целом комьюнити обычно понимает, что как бы организуют тоже люди и косяки они, в принципе, возможны, да. А вот комьюнити, оно же живет между конференциями, между встречами метапов какое-то время. И вот каким образом они, во-первых, помнят ли о конференциях произошедших и насколько то, что произошло на конференции, оно влияет дальше на общий дискурс, на общее обсуждение и так далее. Ну, конечно, мы выкладываем все материалы конференции на наш YouTube-канал, и это, скажем так, дает почву для продолжения обсуждения потом в кулуарах. Также мы переняли замечательную инициативу московского сообщества, это Си-плюс-плюс-дринкапы. You're welcome. Да, что тоже позволяет биться этому пульсу сообщества. Как-то так. А докладчики это какие-то люди, которые, ну, приехали из Европы и исчезли, или это тоже часть этого сообщества, и с ними можно, например, пообщаться, не знаю, в Телеграме по поводу того, что произошло. Мы стараемся максимально нашу аудиторию сводить с докладчиками, в том числе и там в Телеграме, и во всех средствах коммуникации, да. И, ну, местные докладчики, как правило, да, остаются рядом, и с ними можно там в любой момент встретиться и списаться. Ну, вот я написал ника после того, как познакомился у вас, так что ко мне не деживёт, да. Да, это совершенно другой уровень, когда ты пишешь человеку, с которым ты уже пообщался, да. Хей, Ника. Как правило, да, он уже тебе с удовольствием отвечает. Ладно, у нас закончилось время. Спасибо большое, Антон. Ну, мне было очень интересно, надеюсь, вам тоже. Олег, спасибо тебе. Да, спасибо. Спасибо ещё раз за возможность здесь побывать. Спасибо. 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 Спасибо.